Музыка Это видео будет о Орват-Стене. Расположена на острове Орват, современная Сирия, древняя Финикия. Согласно официальной версии, финикицы очень древние племена. Жили они в тех местах еще в каменном веке. А этот остров был населен уже как минимум в 2-е тысячелетие до н.э., но возможно еще и ранее, так как он относительно совсем рядом с берегом. И так же, как и остров Тир, он очень древний. Например, Тир был заселен примерно, ну по крайней мере поселение было там построено примерно 4 650 лет назад. Ну примерно, говорю по памяти, могу ошибаться. Орва тоже очень древний остров. Первоначально там жили финикицы, хананские племена. Почему я решил сделать это видео? Потому что там гигантская циклопическая стена из мегалитических блоков. Очень гигантских. Данная стена построена как защита острова от волн и как защита небольшой бухты, которая находится внутри острова. Остров имел очень бурную историю. Там шли постоянные войны. Его несколько раз захватывали. Несколько раз он сам сдавался. Последний его, ну из древней истории, в средние века я не касаюсь, из древней истории он был захвачен римлянами и полностью разграблен. Так как он сопротивлялся римской экспансии. И если память не изменяет, он был захвачен Марком Антонием и полностью разграблен от всего населения, либо убитого, либо проданного рабства. Вот такая история. Но чем он именно интересен, данный остров, особенно данная стена, что там очень древние мегалитические блоки. Построены не 100% это хананскими племенами, древними феникицами. Возможно еще до освоения феникицами Карфагена. То есть эта стена очень древняя, намного древнее, чем Карфаген. И возможно такая же древняя, как Тир. Есть подобная стена в Ливане. Я в конце видео выложу несколько фотографий. Подобная, ну приблизительно подобная стена, есть еще внимание. Также на острове Арват есть каменоломня, прямо возле этой стены. То есть, как минимум, некоторые блоки выламывались прямо из самого острова, и из них сложили эту стену. Стена задает очень много вопросов. Например, кто ее разрушил? Построить она была построена полностью. А мы видим ее лишь небольшие фрагменты. Куда подевались эти блоки? Возможно, с них сложили там на самом острове какие-то здания, чисто теоретически. Но опять-таки это неизвестно, по крайней мере, для меня. Куда делись блоки, неизвестно. То, что мы видим, лишь совсем небольшой фрагмент стены, но он впечатляет. Блоки гигантских размеров. И, кстати, именно ханаанцы построили и Баальбек. Нам там говорят, построили греки, построили римляне. Вот самые крупные мегалитические блоки в Баальбек – это работа древних ханаанцев. Ну, по крайней мере, согласно неофициальной точки зрения. Именно древние ханаанские племена. Чем громаднее блоки – это их работа. И что еще я могу сказать про ханаанцев? Ну, согласно библейским и библейской версии, и не библейской, и, например, книги Еноха. Что о них говорят? Они жили возле горы Хермон. И в области от Тира до Осидона, Библас – это их города. Также вот Арват – это тоже их город. Древнее название его было иное. Это уже Арват – это современное, ну, относительно современное название, арабское. И вот, согласно неофициальной версии, и также согласно книге Еноха, на горе Хермон в очень древние времена, в конец каменного начала Медного века приземлились некие существа, именуемые игики. Их было приблизительно 200 особей. Согласно книге Еноха, они начали нападать, захватывать земных женщин и, ну, как бы, брать их себе в наложницы. И те стали им рожать детей. И эти дети – это были нефилимы, арифаимы, замзузимы. Они были, ну, как минимум, часть из них была очень высокого роста. Ориентировочно минимум 2,5 метра в высоту, а вообще 2,8 до 3 метра в высоту. Возможно, даже немного выше. Ну, согласно разумной версии, я не буду говорить какие-то там запредельные цифры, но вот ориентировочно... Кстати, между прочим, 2 метра, 2,5 метра, 3 метра – это не такая уж и запредельная высота. Современный самый высокий человек, ну, зарегистрированный официально, был приблизительно 2 метра, 86 сантиметров в высоту. Средняя высота – 2 метра 50 сантиметров, 60 сантиметров, 70 сантиметров в высоту. Так что это никакие не сверх запредельные высоты. И вот древние нефилимы-рефаимы, их было совсем немного, ну, ориентировочно, в те времена. Их рост был примерно 2,5-2,8 метра в высоту. Приблизительно так, до 3 метра в высоту. Их было... Еще хочу сказать, что ориентировочно, ну, гипотетически, именно вот эти вот нефилимы-рефаимы могли построить самые громадные сооружения в той области. Например, Баальбек, например, Стена Орват и подобные сооружения. В Израиле, например, под Стеной Плача есть гигантские блоки, такие же, как Баальбек. Построены они не евреями, а задого до евреев, именно сам фундамент. И, возможно, это тоже дело рук финикийцев. Очень древние времена. Это в медный начало бронзового века. Вот приблизительно тогда и поскольку. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok